Привет друзья, меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта и это канал о заработке на криптовалюте. Сегодня у нас на обзоре снова проект RollerCoin, я решил снять обзор о том, как можно быстро и без вложений стартовать в игре и утонуть наибольшее количество майнеров. Поговорим сегодня в какие игры играть нужно, в какие играть более проще, как вообще в ивенте прокачиваться, какие выполнять квесты, чтобы более давали больше всего вот этих вот очков. Поэтому обо всем, об этом поговорим с вами сегодня. Но предварительно, конечно же, рекомендую подписаться на наш YouTube канал, обязательно поставить лайк, написать комментарий, жмакнуть в колокол, чтобы точно ничего не пропустить. Также на телеграм-канал наш подписывайтесь, здесь постоянно мы публикуем полезную информацию, делаем это абсолютно бесплатно, максимально быстро, всегда будете в курсе всех событий. Чаще всего это происходит гораздо быстрее, чем у многих других телеграм-каналов. Также мы здесь показываем статистику, вот, к примеру, вчера я играл в RollerCoin, скинул, сколько я сыграл игр, здесь 50 игр я сыграл. В общем, я сам начал играть, снимал до этого ролик, ссылочка на него будет в описании, либо в правом верхнем углу она у вас появится. Я там говорил, что у меня времени нет, но я вчера нашел время и поиграл, 50 игр сыграл. Еще раз я представлюсь, меня зовут Марк, вы на канале Бабки на Крипта, и мы уважаем ваше время. Давайте начинать. Так, друзья, проект RollerCoin. Проект работает уже около 5 лет. Что это у нас такое здесь? Не понял. Какой-то куб? Что это такое? Чувак, что с тобой произошло? Я не был цел... Ночи тебя не видел, что-то с тобой случилось. Так, ребят, сейчас погодите. Эту фигню надо убрать. У меня шапочек много всяких разных. Так, вот 4 года, кстати, праздновали совсем недавно. Так, давайте вот эту оденем. Что это за прикол? О, господи. Ничего не поменялось, прикиньте. Так и осталось. Ну ладно, ничего страшного. Ну сиди с этим кубом тогда, дурачок. Так, друзья, смотрите. Чуть-чуть майнеров у меня подприбавилось из-за того, что я там кое-что подзаработал. Где-то что-то перепродал, короче, поспекулировал. Ну и начал более-менее плюс-минус заставлять свои телажи майнерами. На данный момент у меня мощность в районе 120 ТРХ. Это то, что я вчера наиграл, вот немножко здесь прибавилось. Короче, как начать играть и какие лучше проходить квесты. Сейчас будем с вами разговаривать. В первую очередь, когда вы попадаете на экран, вам необходимо перейти во вкладочку вот эти вот дневные и недельные квесты. Вам в идеале их, конечно, проходить. В первую очередь. Это самое главное. Вам нужно 100% проходить хотя бы одну или две игры. Чуть попозже расскажу, почему это нужно делать. 100% нужно 15 игр хотя бы сыграть одной и другой. Ну вот сегодня Flappy Rocket и Token Surfer это максимально простые игры, я не знаю. Я их, наверное, сегодня точно пройду. 40 игр нужно сыграть. 80 и за это дают реальные плюшки. Плюсом можете открывать лутбоксы за это получать. Тоже RST. Можете крафтить майнеры. Можете крафтить комплектующие. И, соответственно, уже от этого более-менее развиваться. Плюс за 7 дней, если вы будете выполнять дневные квесты, то вы получите еще и 0.5 RLT. Они вам как раз-таки пригодятся в крафте. Есть тут и недельные квесты. Они напрямую зависят от дневных. Но это логично. И чем больше вы дневных квестов выполняете, тем высока вероятность, что вы просто заберете вот здесь по максимуму наград. Эти награды отправляются в RST. Вот вашу копилочку за RST. Что вы дальше делаете? Когда у вас накопилось здесь какое-то количество RST, там, допустим, 300, 400, 500, 200, неважно. Вы заходите в корзинку. У вас есть здесь несколько вариантов. Либо вы покупаете комплектующие. Комплектующие, напомню, нужны для того, чтобы делать крафт. Делать крафт нужно для того, чтобы получать вот эти вот награды. Плюс 20 крафта вы сделаете в день. Вы еще будете забирать с ивент пасса очки. За это тоже будут начислять. Поэтому лично я просто буду покупать. Я не буду копить. Ну, как бы, я не знаю. Я как бы копил до этого. Я купил себе майнер. Вот я взял полторы тысячи. Он стоит. Были две тысячи, они стоили раньше. Сейчас полторы стоят. Соответственно, вы можете либо здесь их потратить, либо просто потратить их на вот эти common funds case и уже делать крафт и зарабатывать с них еще очки. По поводу ивент пасса. Если вы входите бесплатно, а этот ролик я в первую очередь снимаю для тех, кто заходит в игру абсолютно без вложений. Как в свое время я зашел. Я вообще ни копейки сюда не вложил. Только купил две стоечки для майнеров. Все. Без них вам в любом случае делать нечего в игре. 100% нужно хотя бы там 5-10 центов сюда каким-то образом инвестировать. Если вам интересны моменты, как сюда деньги вообще занести, пишите об этом в комментах. Я сниму подробный гайд, как перевести с метамаска, с биржи, неважно хоть откуда сюда деньги и уже за них приобрести нужные вам майнеры или вещи. Соответственно, мы изначально предполагаем, что у вас ивент пасса этого нет. Вы заходите бесплатно. Для вас открываются огромнейшие возможности. В первую очередь, это начало седьмого сезона Prime Time. 101 день. То есть, это больше трех месяцев. Вы понимаете, да? И вот этого времени вам должно хватить в теории, если вы будете выполнять все ежедневные квесты, если вы будете по возможности делать крафт, вы потихонечку будете зарабатывать вот эти вот монетки, вот эти вот экспишки. И они у вас пойдут в банк наград. Соответственно, от этого банка наград зависит, от количества экспишек у вас зависит ваше продвижение по ивенту. В данном случае у меня сейчас вот это закрывается, но я его, к сожалению, не забираю, потому что у меня самого ивент пасс не выкуплен. Почему я его не выкупил, я рассказал в предыдущем ролике по роллер коин. Делаю вам подсказочку в правом верхнем углу. Посмотрите, зайдите. Я вам четко объяснил, почему я не купил в этот раз. А так я, конечно, хотел покупать. Я и вам лично говорил. Но просто поменялись обстоятельства и выбрал нечто другое. Я забираю сразу фри вот эту, собачку забираю. У меня, кстати, тоже есть собака. И в игре она тоже мне пригодится. Ну, будет там охранять, что-то делать. 10 гига хэшей тут, ну, это совсем, конечно, ни о чем. На корм дороже будет уходить. Ну, и фри забираю сразу две. Я допускаю, ребят, ну, вот просто честно вам скажу, что, исходя из моего опыта прохождения, то вполне реально пройти там чуть меньше половины или половину. Вот, к примеру, у нас 60 здесь палочек. И наша задача с вами дойти хотя бы до 30-го, до 35-го, постараться дойти. 30-й, 35-й, это вот здесь вот. Ну, вот я вот хотел бы дойти вот до сюда. Честно скажу, забрать майнер на 70 тысяч. Игэхэш это, конечно, мощным будет. Ну, и забрать сразу же здесь вот 500 РСТ токенов. Я сразу же их пустил бы на мерджи, на вот это, на крафт. И на крафтил бы там кучу всего себе и нормально было бы. Поэтому, ребят, проходите ивент квесты. Сразу по поводу квестов пробегусь. Лично вот это я не прохожу. Не знаю, насколько это сложно. Но я пытался, но что-то у меня ничего не вышло. У кого что получилось, пишите в комментах то, что... Я понимаю, как их делать, но что-то я не знаю. Не хочется мне в другие игры играть, в приложения другие скачивать. Нет, мне интересно. В данном случае сегодня у нас Flappy Rocket 15 игр. Token Surfer 15 игр. 40 игр в принципе сыграть. Ну, вот эти вот вы сыграете. 15-15, у вас уже 30. 10 игр набили, у вас уже 40. Ну, еще 40-ушечку добили, уже 80. Вы собираете сразу же 25. 5, 5, это у нас 35. 5, плюс 10, 45, 47. Просто X. X пишек вы сразу заберете. Ну, если я правильно посчитал. Можете пересчитать. Может быть, аж и все. У меня в математике не очень хорошо. Поэтому вот так можно считать. Плюсом вы забираете себе Join or Telegram и Like, Retweet. Здесь можно даже не ретвитить, не заходить. Просто нажимаете кнопку, она открывает вам вкладку. Вы сразу закрываете и никаких проблем у вас здесь не будет. Их 100% каждый день забирать нажимать. Ну, это, конечно, 4 пункта всего. Пока, короче, ролик снимал. У меня тут выскочило напоминание о том, что нужно сделать Harvest. Про этот проект я тоже снимал ролик. Здесь абсолютно бесплатный вход. Ссылочки на все бесплатные проекты я приложу обязательно в описании. Там прям будет целый плейлист у нас есть. Без вложений. Как, где участвовать, принимать решения. Где и как участвовать, принимать участие. Вообще в бесплатных кранах, майнингах. Во всем этом остальном. Вот я здесь собрал. У меня уже накрафтилось. Там 2,37 долларов. Вывод от 10. Ладно, ребята, это я отвлекся. Просто вкладка выскочила. Прямо в момент ролика. Ну, я решил об этом тоже сказать. Если вы вот эти квесты будете выполнять, вы уже будете там в районе 47 плюс-минус зарабатывать. А если вы еще докинете себе вот эти 30-20 крафта сделать. Я вот за сегодня уже 11 сделал. Я думаю, сейчас по квестам повыполняю. У меня еще выпадет еще какое-то количество. Я, конечно, их тоже 5 буду крафтить. И заработаю просто 30. Это уже 77. Логику понимаете, да? Какая логика? Соответственно, чем больше квестов будете выполнять, тем быстрее вы будете по вот этим чекпоинтам передвигаться. Тем быстрее сможете просто забрать свои майнеры. В предыдущем ролике я уже говорил, что вы здесь, дойдя до половины просто, до 30-го левела, до 30-го уровня вот этого чекпоинта, вы можете залутать просто 4-5 майнеров. Давайте я еще раз напомню, какие это майнеры. Сначала вы забираете вот этот майнер на 15. Потом забираете вот этот майнер. Вот этот майнер, он бесплатный. Потом забираете вот этот майнер, он тоже бесплатный. И на 28-м забираете вот этот майнер. Если вам удастся дойти до 30-го, 35-го, вы еще вот этот заберете на 70 тысяч. Чусом ко всему, вы еще РСТ забираете. Жирный, очень жирный ивент. Участвовать 100% нужно. Я участие уже принимать начал, несмотря на то, что времени вообще нету. И делаю все отчеты в телеграм-канале. Каждый день буду скидывать, говорить абсолютно честно, открыто, сколько играл. Ну, сегодня я вот сыграл там, наверное, 10 игр. В любом случае, буду сегодня еще играть, ночью поиграю. Так, по поводу игр, ребят. Самые простые игры. Ну, мне там в комментах писали, что вот Inter the Chainers очень простая. Но у меня компьютер подлагивает, когда я в нее играю. Поэтому я в нее не играю. Она на самом деле не такая сложная, если разобраться. Но мне она просто тупо не нравится. Не люблю в нее играть. Поэтому лично мое мнение. А так, простые игры. Они, в принципе, здесь все простые. Кроме вот Token Blaster. Кроме Lamba Rider. Тяжело играть еще в 20-48 coins. Я просто вот эти вот пятнашки не люблю. Вот эти передвижки. Мне не нравятся такие игры. Мне как бы и не играют, соответственно. Все остальные игры плюс-минус равны. Проходятся довольно просто. Даже Token Blaster, если заморочится. И, ну, как бы часто играть, вы можете их быстренько пройти. Давайте в что-нибудь в одно поиграем. Вот самое любимое у меня Flappy Rocket. Самое любимое. И, наверное, ну, вот Dr. Hamster я тоже люблю. Потому что все максимально просто и быстро. Flappy Rocket давайте заценим. Быстренько пройдем. Задача какая здесь? Просто летите на ракетке. Кто в юности, может быть, в молодости или в детстве, помнит, были такие на телефонах игры. Нужно было тоже так же лететь ракетой. Но там мы ничего не зарабатывали. Здесь можно делать то же самое. Но еще и заработать какое-то количество денег. В любом случае, ребят, это все не просто так. Это все на перспективу проекту. Больше четырех лет. Смотрите, друзья, вы здесь победили. Сразу же гейн пауэр делаем. Здесь разница какая. Смотрите. Кто-то говорит, что пропускать нельзя. Потому что что-то там теряется. Кто-то говорит, что можно пропускать. У меня же ничего не теряется. Лично я пропускаю всегда вот эту заставку. И нажимаю Games. Также, друзья, я еще обнаружил одну очень неприятную вещь. Порой не засчитываются вот эти пройденные игры. У меня, к примеру, вчера такое 3-4 раза было. Я играл в CoinClick и в Cryptonoid. И несколько раз он просто мне не засчитывал игры. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, они это как-то пофиксили. Как-то исправили. Можно что-то по-другому. Но тоже имейте это в виду. Если вдруг это встретите, не нервуйте. Это просто такой рядовой момент. Главное, чтобы это не стало системным отклонением. Я надеюсь, что это не произойдет. Также мне нравится Token Blaster. Тоже игра, но она довольно сложная. Проще всего вот в начале первых раундов. А когда вы там уже будете 10-11-12, там уже будет сложнее. У вас есть такой корабль. Ваша задача попадать вот в этих ваших врагов, соответственно. Важно, чтобы вас не побили вот эти вот их патроны, которые они сейчас выстреливают. Ну и время у вас есть ограниченное. Как бы играть несложно. Чем выше уровень, тем они сильнее становятся. Тем играть чуть-чуть сложнее становится. Видите, вот меня два раза подбили, но я все-таки смог пройти. Набираем эту силу. Отправляемся в гейм. Ну и смотрим, что вот я оба раза пропустил, оба раза пришли. Такое бывает не всегда. Поэтому смотрите сами, ориентируйтесь на это сами. Так, ребят, ну в принципе все по проекту я сказал. Что лучше проходить, что быстрее проходить. Какие игры лучше играть. Мы также посмотрели с вами, какие проходить таски, квесты. Как это лучше делать. В общем, начинайте играть, играйте и зарабатывайте. У меня здесь манится DoggyCoin, уже 7 штук. Вывод от 30. Я в любом случае буду проходить ивент квест, ивент пасс вот этот. И посмотрим, сколько мне удастся заработать. А так, друзья, меня зовут Марк. Я благодарю вас за просмотр. И вновь рекомендую подписаться на наш YouTube канал. Обязательно писать комментарии. Жмакать лайк. Не забывать про колокольчик, чтобы точно ничего не пропускать. Всего вам доброго, отличного дня. И самое главное, друзья, не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok